Правозащитный центр Мемориал был создан в Москве в 1992 году. Название Мемориал родилось из идеи создания памятника мемориального комплекса жертвам сталинских репрессий. Было создано Международное общество Мемориал, частью которого является наш правозащитный центр. Но потом пришло осознание, что политические репрессии были не только в прошлом, они продолжаются сейчас, они продолжаются на бывшем советском пространстве, то есть и в России, и во многих бывших советских республиках. И вот для работы с этой ситуацией был создан правозащитный центр. Сейчас у нас несколько основных программ. Наиболее крупная это работа на Северном Кавказе, у нас офис в Ингушетии. В общем, на Северном Кавказе, начиная с Первой Чеченской войны, шла эта работа. В частности, мы отслеживали случаи, когда жители Шни похищались сотрудниками северных структур, исчезли, исчезли, исчезли. Второе направление это работа с беженцами, большая программа. Беженцы и вынужденные переселенцы, то есть это сеть приемных юридических в различных регионах России. Ну и в том числе мы занимаемся ситуациями, когда тех или иных граждан бывших советских республик приходят экстрадиционные запросы в Россию. Также у нас отдельно программа, это работа с турковыми сетинцами, переселенными в Краснодарский край, из Узбитистана, вот в конце 80-х, после известных событий в Ферганской долине. То есть эти люди до сих пор не имеют нормальных документов, они не признаны гражданами Российской Федерации и, в общем, стараются с большим комплексом проблем. Вот не так давно был начат, ну несколько лет назад проект, это подготовка дел для Европейского суда совместно с Лондонским университетом. Там около 100 дел как бы было передано на рассмотрение, вот некоторые дела по ним уже суд вынес положительное решение, большинство они пока как бы ожидают своего рассмотрения. Ну обычно там проходят около 5 лет, за исключением дел, касающихся экстрадиции, где по такой ускоренной процедуре это происходит. В частности, то, что удалось добиться невыдачи из России 13 узбеков, арестованных в Иваново, как бы обвинению в участии в антижанских событиях. Это, можно сказать, заслуга нашей организации, но по вот этим сюжетам Меморио работает в тесном контакте с представительством управления комиссаром, поделом беженцев в России и с представительствами ОКБ в других бывших советских республиках. И дальше центрально-азиатская программа, которую я возглавляю. Программа была создана в 98-м году. Основное, как бы, внимание, это мониторинг политических репрессий. Мы, как бы, стараемся не дублировать наших коллег, потому что, скажем, в Казахстане и Кавказстане там достаточно сильные местные правозащитные организации, которые, вот, отслеживают многие из таких дел, мы, в общем-то, больше занимаемся там теми делами, которые по каким-то причинам не попали в сферу их внимания, или делами, связанными с исламскими группами, которые требуют, в общем, специальных навыков, работы, знаний. И, наконец, вот, самый последний, была создана программа фабрикации дел об исламском экстремизме в России. Это после вот той массовой кампании арестов, которая прошла осенью 2004 года. Тоже мониторинг этой ситуации, юридическая помощь, но, там, целый ряд других аспектов. На самом деле, когда, если начать с Кыргызстана, да, очень коротко, когда пал режим Акаева, будем пользоваться этим термином, у многих людей были такие радостные ощущения, преувеличенные надежды. К сожалению, эти надежды не оправдались. И, более того, сейчас устраивается в Кыргызстане такая достаточно жесткая, но, скажем, она мягкая в сравнении с другими постсоветскими странами, жесткая по киргизским меркам, президентская вертикаль, когда уже парламент практически очищен от инакомыслящих. То есть, та ситуация, которой не было в Кыргызстане за все годы правления Акаева. И, в общем-то, основные проблемы, они остаются нерешенными. Более того, здесь были определенные, вот, кампания давления на неправительственные организации и местные, и международные. Вот, вот, ситуация с офисом Норвежского-Хестинского комитета в Бишкеке, типичный пример. Но, тем не менее, вот, при всем, вот, в том, что я сказал, все равно Кыргызстан остается, можно так сказать, наиболее свободной страной в Центральной Азии. Вот, но эволюция, то есть, надежды, которые вот существовали после падения Акаева, они не оправдались во многом. И авторитарные тенденции усиливаются значительно быстрее, да, чем можно было себе представить, там, два или три года назад. Вот, но что касается Туркменистана, здесь такое состояние затянувшегося ожидания, которое, наверное, уже приводит к тому, что некоторые ожидания уже исчезают, потому что прошло достаточно времени, серьезные реформы не начаты, есть некоторые улучшения в плане, вот, сокращения списка невыездных, больше возможности поездки за границу, и, скажем так, отсутствия вот каких-то абсурдных действий, да, которые были характерны для последних лет правления Ниязова, и также, может быть, прекращения практики возбуждения уголовных дел по политическим мотивам. Но по-прежнему, как бы, вся Ниязовская, ну, смягчение, смягчение, в стране ряда элементов, связанных там с культом личности Ниязова, но по-прежнему вся государственная машина, она строится на старых принципах, но по-прежнему нет даже того уровня свобод, совершенно незначения, которые, например, есть в соседнем Узбекистане, где при всем давлении со стороны государства возможно существование НЖО, да, независимых от правительства, они имеют возможность собираться, они имеют возможность общаться там со своими иностранными коллегами, писать критические статьи, открыто подписывая их своими именами и так далее и тому подобное. И, как бы, вот, ну, не только те, кто, вот, составит активная часть гражданского общества сталкивается с проблемами, но это, как показали недавние обсуждения в Москве, даже простые люди испытывают проблемы, не могут получить визу, чтобы поехать к родственникам. Там поднимался вопрос, почему, зачем нужно сохранение визового режима со странами СНГ, потому что сейчас, конечно, когда сейчас активная трудовая миграция, это является заработок, так сказать, вот в регионах, где более высокие доходы, является важным источником роста в оргсостоянии для многих государств, если государств, почему, в общем-то, турбминистр отрезан от этих процессов. Ну, и здесь мне, кстати, хотелось напомнить, что это, наверное, единственная страна, где вот нет ни поездов, ни автобусов за пределы страны, все это было закрыто еще в 90-е годы, вот, ну, до сих пор не восстанавливается. Вот, первый год, первый год было много ожиданий, и там действительно шла, как бы, такая борьба внутри правительства, и все говорили, ну, хорошо, вот сейчас, как бы, закончится она, и вот будут какие-то новые шаги, но пока вот в основном эти шаги носят такой декоративный характер. Продолжение следует...